В феврале 2019 года указом президента нашей республики был утвержден генеральный план развития Бреста до 2035 года, к разработке которого на протяжении нескольких лет привлекались депутаты Брестского городского совета. Фундаментальный документ, определяющий фронт работ на ближайшие 16 лет в развитии Бреста, успешно реализуется. Но сегодня для того, чтобы город был успешным, конкурентным, чтобы о нем знали, одного генерального плана мало. Брендовый город просто не может развиваться в ногу со временем, не имея собственной стратегии. Сегодня мы вынесли на рассмотрение очередной сессии с моей и с точки зрения депутатов один очень важный, интересный вопрос. Это вопрос пространственного развития города Бреста до 2050 года. Очень интересная работа нашего управления архитектурой и градостроительства. Она определяет целевые установки, стратегию достижения этих целей, а также маркерные показатели, которые будут оценивать, в каком направлении мы идем и как мы выполняем эту стратегию и концепцию. Анализируя опыт европейских и российских городов, внедряющих подобную практику, руководители управления архитектуры и градостроительства Брестского горосполкома пришли к выводу, что стратегия развития города должна быть направлена не на количественные, а на качественные показатели. Что это значит? Объясним на конкретном примере. Приобретая жилплощадь, человек уже учитывает не только квадратные метры, но и инфраструктуру, школы, детские сады, магазины, а также наличие парковых зон, благоустройство территории, транспортное сообщение. А это значит, что требования к качеству жизни в современном обществе выросли в разы. Соответственно, определенная стратегия пространственного развития просто необходима. Городу важно иметь такой документ для того, чтобы понимать, на какие приоритеты обратить внимание. Мы предварительно провели опрос жителей, порядка более 600 анкет было заполнено, и нам удалось сформулировать модель, каким сегодня видится город, жителям, и каким они хотели бы видеть. И, в общем-то, если он сегодня видится больше как приграничный город, город-крепость, значит, чистый город, то, каким он видится, больше речь идет о зеленом городе, о велосипедном городе, о современном городе, о европейском городе, о молодежном городе. И это не может не повлиять на те решения, которые принимаются сегодня городской властью, советами депутатов. Главное не забывать простую истину, что город – это прежде всего его жители. И от инициативности и участия каждого из нас, от нашей заботы о Бресте, зависит, каким увидят его будущее поколение. Пусть и наши внуки скажут – лучше Бреста нету места. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова